известный американский писатель марк твен как-то изрек гениальную фразу ставшую афоризмом лучше промолчать и показаться дураком чем заговорить и развеять все сомнения в соседней армении судя по всему не любит читать зарубежную литературу и вообще интересоваться авторами кроме армянских вот вам яркий пример несусветной глупости которую нормальный человек не мог не то чтобы высказать вслух но даже и подумать об этом как известно в ходе 44 дневной войны армения потерпела сокрушительное поражение потеряла тысячи оккупантов бежала с оккупированных азербайджанских земель и если бы не ее вечный сюзерен россия само существование соседней страны на географической карте мира было бы под большим вопросом это факт общеизвестный который признают даже подавляющее большинство армян большинство но не все к примеру в лишний раз правоту марка твена подтвердил экс начальник управления боевой подготовки главного управления подготовки в с армении генерал-майор валерик качарян вы не поверите но он сделал заявление из которого следует что 44 дневную войну проиграл азербайджан азербайджан понес большие потери поэтому и спешит подписать документ сказал валерик качарян генерал подчеркнул что армянская армия не проиграла она выполнила поставленные перед ней задачи нужно учитывать с кем мы воевали азербайджан никогда в одиночку против армении и арцаха не вышел бы азербайджан воодушевила турция силы были неравны и несоразмерны и мы должны были бороться и боролись то есть азербайджан отправив в армению 1000 армянских цинковых гробов освободив большую часть своих земель принудив агрессора к капитуляции проиграл я понимаю что уровень развития валерика немного не дотягивает до уровня амебы но как можно публиковать эту ахинею в сми и что значит азербайджан воодушевила турция просто анкара своими решительными действиями дала понять что воспрепятствует тому что за армян вновь воевали русские вот и все и оставшись один на один на поле боя баку доказал армянам лучше браться не за оружие а за шило и пинцет точать рваные башмаки чинить часы это у них получается лучше всего но больше всего поразила глубокая мысль так называемого генерала о том что армянская армия не проиграла она выполнила поставленные перед ней задачи интересно какие же задачи были поставлены перед армянской армии с которыми она справилась конечно же были поставлены две задачи удобрить своими телами азербайджанские земли и побить все мыслимые и немыслимые рекорды побегу на средние и дальние дистанции армянская армия справилась с этими задачами блестяще с такой бурной фантазией валерику действительно не место на высшей ступени военной иерархической лестнице ему бы фантастические книжки писать и лучше всего в уединенном месте в палате с мягкими стенами что думаете вы пишите в комментариях спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых новостей